Фермский край присвоен кредитный рейтинг 2А-. Регион вошел в семерку наиболее кредитоспособных субъектов Российской Федерации. В Перми вырастут цены на недорогие лекарственные препараты. Прогноз делают представители фарминдустрии. Государство должно работать напрямую с бизнесом. Госпрограмму повышения производительности труда обсудили на площадке бизнес-форума в Перми. Вечерний блок новостей НРБК Пермь. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Пермскому краю присвоен кредитный рейтинг 2А-. Высокий уровень кредитспособности со стабильным прогнозом. Таким образом, при Каме вошло в семерку наиболее кредитоспособных субъектов Российской Федерации. Рейтинг присвоило агентство АКРО. Высокая оценка при Каме обусловлена минимальным уровнем риска долговой нагрузки и большой степенью самодостаточности доходной части бюджета. При этом понижающее давление оказывает относительно невысокая доля бюджета развития в общем объеме расходов и показатели развития экономики, не превосходящие, либо уступающие среднероссийским. По словам исполняющего обязанности министра эконом-развития края Максима Колесникова, высокий рейтинг позволит привлечь новые инвестиции и реализовать крупные инфраструктурные проекты в регионе. Выше Пермского края расположились только Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тюменская область и Югра. Добавим, в конце ноября Пермский край не продлил контракт с агентством ФИЧ, после чего последнее приняло решение отозвать рейтинг региона. По мнению экспертов РБК Перм, завершение контракта с агентством может быть связано с оптимизацией расходов бюджета, так как услуги ФИЧ гораздо дороже, чем АКРО. К концу следующего года рост цен на недорогие лекарственные препараты в Перми составит порядка 10 рублей. Об этом нашему телеканалу сообщил коммерческий директор компании Юрий Фатеев. К этому приведет реализация программы специализированной маркировки лекарственных средств. В Медисорбе пояснили, что уже в третьем квартале следующего года компания будет готова начать маркировку на своем предприятии. Для этих целей предприятию потребуется переоборудование производства на десятки миллионов рублей. В связи с этим, по словам руководства, наибольший рост цен должен произойти у препаратов, не имеющих картонной пачки. Мы, как производители недорогих лекарств, думаем, что основная проблема заключается в лекарствах, которые продаются сегодня без картонной пачки. Они, наверное, подорожают чуть больше, потому что снизится производительность и добавится стоимость картонной пачки. Все лекарства, которые уже сегодня производятся в картонной пачке, так подорожают, Я думаю, что на несколько рублей, в пределах 10 рублей. С 1 января 2019 года в России планируется ввести специализированную маркировку лекарственных средств. В будущем, по мнению авторов инициативы, это позволит эффективнее тратить бюджетные средства при госзакупках и ликвидировать дефицит или избыток препаратов медучреждениями. В Бинпромторге заявили, что фармпредприятия смогут получить льготные целевые кредиты для реализации проекта маркировки лекарств. Займы могут предоставить на финансирование по модернизации производства, приобретению оборудования и программного обеспечения. Официальный курс доллара снизился на 30 копеек евро на 28. Эксперты портала Банки.ру констатируют, участники рынка переваривают информацию о росте добычи в США, также о сообщениях об увеличении добычи нефти в России. Кроме того, налоговая реформа в США обещает придать импульс росту экономики, усилив заодно и спрос на нефть. И ближайшие изменения в монетарной политике штатов практически учтены рынком, что лишает доллар потенциала существенного роста в ближайшие недели. Поэтому спрос на рисковые активы выглядит в последние дни более избирательным. При этом наиболее важные коллеги рубля пользуются спросом как в качестве инструмента покупки сырьевых активов, так и в виде доходных валют. И все это положительно влияет на курс рубля. Впрочем, некоторые аналитики говорят, стабильность российской валюты выглядит неубедительной. Негативные факторы для рубля продолжают накапливаться и настанет день, когда все они выйдут на первый план. Государство должно работать напрямую с бизнесом без посреднических структур в виде банков и консалтинговых фирм. Такое мнение выразили несколько пермских промышленников на площадке бизнес-форума пермского филиала Высшей школы экономики. Это произошло после презентации проекта Федерального центра компетенции ВЭБ. Институт развития может появиться на базе корпорации Внешэкономбанк в следующем году. В рамках реализации программы повышения производительности труда включится в проект готовы не все. По словам некоторых представителей индустрии, в современных экономических условиях производительность не является определяющим показателем. Главное это доход и уровень развития предприятия. Система достаточно сложная для понимания. Не совсем понятно, зачем инжиниринговые фирмы как посредники между нами и государством. Если государство хочет увидеть развитие компаний, оно может их развивать напрямую. Не обязательно для этого использовать какие-то структуры типа банков, каких-то консалтинговых фирм. На самом деле производственная система предприятий, которые действительно готовы развиваться, они уже достаточно зрелые. Некоторые представители прикамской промышленности, однако, отнеслись к инициативе более лояльно. В частности, представитель компании Содохлорат подтвердил нашему телеканалу, что в следующем году его компания станет одним из 20 предприятий, что примут участие в федеральной программе повышения производительности труда. Первым шагом планируется повышение квалификации сотрудников. К середине следующего года шесть предприятий края намерены представить новые наработки, достигнутые в рамках этой программы. Это группа предприятий ПЦБК, Суксунский оптикомеханический завод, Сибур, Сарбент, Медисорб и ОДК Пермские моторы. Это все новости к этому часу. Спасибо, что выбираете РБК. До встречи. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. РБК Пермь. РБК Пермь. РБК Пермь.